Итак, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители горячей колонии, морозной зимы, хардкорного прохождения и невероятных историй. У микрофона, как всегда, ваш покожий слуга Мамору, и я рад представить вашему вниманию новый цикл выживания в ледяном аду. И прежде чем начать этот видеоролик, хочется вести немножечко ламповости в цикл повествования Римочки. В связи с чем предлагаю вам поучаствовать в небольшом интерактиве. Пишите свои предложения, имен для будущих колонистов в комментарии этого видеоролика, и с большой вероятностью именно ваше имя достанется кому-то из членов колонии. А также новость для всех любопытных. Я наконец-то сделал ссылочку на сборочку в стим, которая будет в описании этого ролика. Если же будут какие-то вопросы, то лучше всего обращаться ко мне на почту, которая тоже есть в описании. Ну и больше я не смею вас задерживать. Всем приятного просмотра. Если у вас есть какие-то вопросы, а что же случилось в предыдущей колонии, то вот, где-то на 220 день на колонию напали. Это не было похоже на обычное нападение. И есть подозрение, что это все было неспроста. И скорее всего наша Нур перешла дорога империи, из-за чего последняя заказала нашу колонию толпе злодействующих пиратов. Сложно сосчитать количество нападанцев, колония смогла продержаться всего пару часов, после чего в ней не осталось ни единого живого колониста. Не обязательно каждая история должна заканчиваться хорошо. Бывают и истории с недобрым концом, как и это. Главное из таких историй делать соответствующие выводы. Если бы наша новая колонистка знала историю Нур, то она бы обязательно сделала эти выводы. Но, а пока начнем с краткого представления. Сью. Так зовут нашу новую кошкодевочку. Она так же, как и Нур, сестра Векс из зомбического прохождения. До сели неизвестно, скольким кошкодевочкам удалось еще спастись от этого злобного профессора. В результате опытов над Сью она выросла человеком со слабым иммунитетом и непоколебимой волей. Выжить после жесточайших опытов над ее организмом она смогла не благодаря, а вопреки. Сью большую часть всей своей жизни была любимой игрушкой профессора и мало контактировала даже со своими сестрами. В связи с этим она практически ничего не умеет. Зная об этом, профессор внедрил в ее мозг потенциал на выполнение любого рода задач. Только этот потенциал нужно было еще попытаться реализовать. Сью, к сожалению, везет еще меньше, чем ее сестрам. Хотя, с какой стороны еще посмотреть? Она приземляется прямо посреди ледяного ада на планете, полностью покрытой многовековой коркой льда. В отличие от Нур, которая выживала в ледяной пустыне, у Сью есть хотя бы горы. Но температура в этих горах гораздо холоднее. Минус 40 примерно по Цельсию летом считается уже теплом. В таких экстремальных условиях, конечно же, можно выживать. Если есть хотя бы опыт или снаряжение. Но, к сожалению, и снаряжение у нашей героини только револьвер с коробкой патронов. Этот револьвер она нашла в сейфе у профессора. Собственно, из-за этого револьвера-то и начала вся история побега. Но об этом когда-нибудь в другой раз. Главное, что кроме револьвера, собственного хвоста и самой себя, у нашей героини нет абсолютно ничего. Ни одежды. Ни еды. Ничего. День первый. Сью появляется и оглядывается вокруг. Вокруг себя она не находит абсолютно ничего, что могло бы ей помочь. Благодаря книгам, которые она тайком воровала у профессора по ночам, она имеет достаточно много информации о том, как нужно выживать. Но, к сожалению, не все эти знания применимы в данных условиях. Собравшись с мыслями, приведя себя в порядок, Сью смекнула, что первым делом нужно построить бы укрытие от холода, которое начинает пробирать её тельце до самых косточек. Простого укрытия от ветра будет маловато. Но хорошо, что на глаза попался гейзер с горячим паром, у которого можно будет согреться. Для выживания она разбирает постройки древних цивилизазы и пытается возвести хотя бы какие-нибудь укрытия, способные сохранять тепло гейзерой и уберечь себя от гипотермии. К ночи чудом нашей колонезки удается завершить строительство. Из-за экономии времени и материалов пришлось строить слишком компактно, из-за чего появляются очевидные проблемы. Если слишком долго находиться внутри с закрытой дверью, можно получить ожоги от пара или даже тепловой удар. А как только дверь открывается, сразу же всё тепло, накапливаемое внутри, уходит наружу. Но главное, безусловно, данная постройка поможет Сью пережить первую свою ночь. Но пустой желудок спать, конечно же, это очень плохая идея. Но нормальной еды и ягод или другой растительной пищи в округе нет и быть не может. Только песец таким манит своей шубкой. Трясущимися руками Сью заряжает свой револьвер, зажмуривается и попадает в песцу прямо промеж глаз. Не в силах больше бороться со сном, Сью просто сворачивается клубочком в углу своего укромного гнездышка и ложится спать, решив оставить разделку туши напоследок. Ну а ночью наша кошка-девочка не смогла нормально поспать, постоянно ворочаясь, ведь так и манит её аромат свежего мяса. Не дождавшись следующего утра, она разделывает песца и съедает его полностью, даже не прожував. День второй. Сью с раннего утра замечает рысь и бежит охотиться за ней. Она понимает, что в экстремальных температурах животные могут уйти и лучше сейчас поохотиться, чем после. Борясь с собой, она без проблем одолевает животное и сразу же разделывает его. Но нужно отдать ей должное, что вторая охота была более уверенная, чем первая. Сказывается всё же опыт. Завершив приготовление, наша колонистка снова кидается спать. Она совершенно бесилась, зато довольная и сытая. В процессе вылазки Сью получила незначительное обморожение, которое должно вылечиться сразу после зна. Это на самом деле можно было ожидать, бегая по улице с голым хвостом. День три. Сью, проснувшись, продолжает разбирать близлежащие постройки для того, чтобы расширить конуру, в которой она пребывает. Это нужно для улучшения терморегуляции, избавления от сквозняков и просто для улучшения условий. День четыре. Исследуя руины, Сью натыкается на полчищи пещерных жуков, у которых она учуивает запах еды. Вечером, когда жуки уснули, она своими проворными лапками врует у них желе и употребляет пищу. На вкус, конечно, не еда из лаборатории, но зато, подворовывая у жуков, можно протянуть ещё какое-то время. Жалко только, что такой способ добычи еды очень малоэффективен и нужно будет подворовывать почти каждый день. Главное не попасться, иначе это верная смерть. День пять, к нам приходят гости, и кто знает, зачем они направляются прямиком к жукам. Жуки без проблем справляются с пришедшими, и хвала Ренди, что они не агрессируют на нашу колонистку. Убив гостей, они, благо, оставили все вещи нетронутыми. Ночью же мы отправляемся за желе и получаем в придачу кучу пимикана и одежды с трупа. Тем самым, Сью смогла хоть как-то приодеться, а то неприлично всё же голо щеголять. Лучше она будет расстроена из-за одежды с трупа, чем постоянная гипотермия. День седьмой. Продолжается улучшение жилищных условий, строится терморегулирующая постройка, пока выполняющая роль складского помещения. День восьмой. Сью наконец-то строит стол для резки камня, и теперь не так будет сильно зависеть от строительных материалов, поэтому и скорость, и качество стройки должны увеличиться. День девятый. Наконец-то строится нормальная кровать. Как только хватило на неё материалов, мы сразу её и построили. Теперь сию не придётся, ночью свернувшись калачиком, ночевать на голой земле. День двенадцать. Питаться едой жуков дело, конечно, благородное, но вечно рисковать своей шкуркой не хочется. Поэтому на этот день начата пристройка к гейзеру. В этой пристройке будет размещен исследовательский стол и начат проект моих любимых стеклянных крыш. Эти крыши в сумме с гейзером должны дать нам поля, и прирост клетчатко-содержащей пищи для долгосрочного выживания. День тринадцать. На нас нападает абориген с луком, а также совершает сокрушение капсулы. В капсуле находится человек, помочь которому мы вряд ли сможем. А вот то, что в его карманах находятся сухие паки, очень даже нас радует. Приисполненное новостями, что наконец-то поест нормальной еды, Сью очень агрессивно расправляется с нападанцем, отделавшись лишь лёгкими царапинами. День пятнадцать. Мрачные с ножом нападают на нас, но Сью уже на опыте. Тремя точными выстрелами выводит противника из строя. День шестнадцать. А точнее ночь, и очередная вылазка за желе. Вылазки совершаются каждый день, и наша героиня уже немножечко приноровилась к тому, чтобы совершать эти вылазки, совсем не беспокоя жуков. День семнадцать. К нам приходит торговый караван. Случайным образом он забредает к жукам, вероломно уничтожая один улей. А вместе с ним кучу жуков. Казалось бы, это должно быть хорошей новостью, но нет. Они уничтожили улей, а вместе с ним ценный источник пропитания. А тот факт, что жуки расправились с одним из муфала, конечно, очень хорошо. Много еды, все дела, но это единоразовая акция. И к тому же, что самое плохое, что муфала выронила тонну серебра и золота, и еще чего-то полезного, что, конечно, очень сильно пригодится, но и вместе с этим нехило так увеличит стоимость колонии, что, естественно, нежелательно отразится на будущих рейдах. Ох, как же я люблю этот рандом в риммочке. На одно хорошее событие приходится тысяча плохих. Поживем, увидим, что из этого получится. В честь заполучения ценнейшего мяса, мы решаем отпраздновать это событие постройкой ветряного генератора и электрической плиты, чтобы, ну, прям совсем вкусить весь спектр эмоций от поедания ценнейшего великотеса. А подведя ревизию продуктов и перетащив всю перенесенную еду из плена жуков этой ночью, делаем выводы, что даже не разделывая муфала, у нас этой еды хватит точно на пару недель. День 21. Практически завершается построение кухонной зоны и холодильника. Ну, как холодильника, просто камеры и открытые двери, чтобы уличная температура охлаждала всю еду. День 24. Три зайца взбунтовались и охотятся на нас. Для избежания конфронтации просто запираемся у себя дома и ждем, когда они успокоятся. А под вечер наступает задание. На 10 дней к нам готов присоединиться к колонисту и помогать во всем. Конечно же, любые руки сейчас очень необходимы. И как только зайцы успокоятся, на следующее утро мы с радостью принимаем траганда. День 25. С приходом нового колониста, очень хорошего ремесленника, принято решение о возведении первой оборонительной части. Стены, которая оберегала бы нас от всяких незапланированных опасностей. День 27. Вечером, к сожалению, выясняется, что новоприбывший траганда не годится для сбора желе. Ему не хватает кошачьей грации Сью для выполнения столь деликатных действий. Хорошо, что хоть он выжил, и нашей кошкодевочке удается его спасти. А на улице, тем временем, вместе с грозой пришла температура в минус 43 градуса. И кейзер не способен, к сожалению, отапливать наше помещение в полном объеме. Наши колонисты начинают постепенно страдать от сна на холоде. Для решения проблемы было принято решение поставить обогреватель. Но, как выяснилось, и он не способен справляться с такими большими помещениями и с такой температурой. Но этому обогревателю нужно отдать должное. Он справляется с тем, чтобы хотя бы не было таких сильных скачков температуры, и наши колонисты могли спать более спокойно. День 30. Полное и успешное завершение строительства обороны и стены. Это лишь часть обороны, а дальше планируется более серьезное укрепление. А сейчас, на самом деле, и стены будет более чем достаточно. А вечером мы разделываем муфала, празднуя успешное строительство. День 33. У пришедших нам торговцев мы, успешно имеющиеся серебрные монеты, обмениваем на медикаменты. Хотя, на самом деле, нам кучу еще всего нужно. Начинается вооружение, заканчивая продовольствием. Но вот медикаменты это единственное, что на данный момент мы не сможем восполнить самостоятельно. Ну а после, когда крован собирается уже уходить из-за неподходящих температурных условий, он оставляет нам целую кучу патронов винтовочного калибра. Это неоценимый и очень щедрый подгон, который мы никак не смогли бы даже ожидать. Единственный минус, что как бы у нас нет особой винтовки для этого вида патронов. И нету людей, которые могли бы полностью реализовать весь потенциал этой винтовки. Но ничего страшного, рано или поздно такой момент обязательно настанет. День 34. Заканчивается перестройка нашего жилища в теплосберегающий режим. Больше нет необходимости отапливать складское помещение, потому что склад со всем мусором переехал к перестройку выше. Также была построена комната Траганда. Так что в ней поставлен обогреватель, который работает на две комнаты. Из-за небольшого объема обогревателя полностью хватает для отопления спального помещения. А Гейзер всю свою мощь направляет на отопление рабочей зоны. Может быть мы там кого-нибудь и разместим, и приручим, если же повезет. День 35. Этого стоило ожидать, и мы в принципе были к этому готовы. Траганда, пришедший к нам на помощь, оказывается предателем. Без доли сожаления, Сю одним метким выстрелом обезвреживает импостера. Он был не таким уж, если серьезно, полезным колонистом. Просто его было приятно иметь под рукой, как игрушку. И хотя бы ему и на этом спасибо. Также ему спасибо за неоспоримый вклад в развитие нашей колонии и помощи в строительстве. Траганда не оправдал ожидания членов колонии, в связи с чем скоропостижно скончался. День 36. И буквально на следующее утро изгнанница Шафер желает присоединиться к поселению. Сейчас любые лишние руки были бы просто незаменимы в поселении. Поэтому с радостью принимаем колонистку в свои ряды. Шафер оказывается неплохим колонистом в наших условиях. Единственный, пожалуй, существенным минусом для нас является то, что она презирает насилие и не сможет сражаться. На самом деле это просто она так думает. Пускай она не будет держать в руках оружие, но на поле боя мы обязательно сможем найти ей применение. И буквально тут же на нас нападают два человека с дубинками. Когда же противники подходят ближе к нашей базе Сью, прячась за Шафера, ведет огонь на поражение. Так Сью остается не под прямым огнем, а Шафер не участвует в насилии. Все выигрыши? Ведя точно огонь, мы, естественно, успешно одолеваем нападанцев, отделывавшись всего небольшими ушибами. День 37. Завершено исследование прозрачных крыш. Это ура! Это победа! И мы сразу же бежим и начинаем строить ферму вблизи парового гейзера. Благодаря солнечным крышам мы сможем заниматься растеневодством без внимания к затратам на электроэнергию. День 38. Винтовка нужного калибра сама приходит к нам в руки. Мы успешно выкупаем в обмен на дробовик у следующих торговцев оружием. К сожалению, Сью еще не особо умеет обращаться с этим оружием и пока что продолжает использовать свой револьвер. Зато, как только у нас появится еще один клонист, способный вести боевые действия, мы уже в полной будем готовности для его вооружения. День 41. Заканчивается строительство первой нашей тепличной системы. Да, она не идеальна, но вся проблема в почве – это единственный из близких к нам гейзеров, который способен хоть на какой-то обогрев ближайшей почвы. У остальных же почва не годится к выращиванию от слова совсем. Для развития этих проблем было принято решение уделить внимание изучению технологий по созданию почвопригодных мест. Но эти изучения будут очень быстрыми и требуют очень много времени для изучения. К сожалению, как потом выяснится, проблема с почвой не единственная, с которой столкнется наша колония при попытке выращивания собственных продуктов. А пока, главное, мы выходим на рис и ждем первых всходов. День 42. Так как количество земли под посадки увеличится не скоро, нужно ускорять то, что мы сейчас имеем. Можно это сделать размещением системы полива. В таком случае урожай обещает созревать гораздо быстрее, и его объемы, собственно, увеличатся. Правда, для всей этой системы полива нам понадобится еще построить водонапорную башню, сделать ветряной генератор, качающий воду, построить водяную шахту, ну и протянуть трубы с водой на ферму. Это нужно было сделать рано или поздно, и лучше сейчас как можно скорее. Еды в колонии нет от слова совсем. Шафер впадает в растерянность и идет есть желе насекомых прямо из лап жуков. Жуки, естественно, офигевают от всего происходящего, им такое не нравится, и они врубают нашу колонистку. И сью под покровом ночи приходится оказывать спасательную операцию. Как оказывается, шафер чрезмерно везучая, ведь она смогла не заработать гипотермию и отделалась лишь небольшой колотой раной. День 43. На нашей ферме всплывает еще одна существенная проблема. Мощности гейзера не хватает для отопления нашей фермы. Ну вернее хватает, но никогда за бортом под минус 50 градусов. И из-за низких температур гейзер просто захлебывается, и выращиваемый рис погибает. Сразу скажу, что в данном случае бесполезно строить двойные стены. Они будут неэффективны от слова совсем. От них был бы на самом деле смысл при постоянном источнике тепла, коим гейзер не является. Сейчас есть только один верный способ борьбы с данной проблемой. Это создать собственное централизированное отопление от электричества. Поставим бойлер, нагреватель и батарею в нашу ферму. Мы все равно хотели этим заняться, и нужно было бы этим заняться рано или поздно. Но постоянно оттягивали момент из-за постоянной незанятости другими делами и банальной нехватки ресурсов. Ну и как всегда начали это делать только когда петух в одно место клюнул. День 46. План с отоплением приведен в исполнение. И температуры в ферме полностью устраивают растущую в нем культуру. Для экономии энергии на отопление можно было бы построить сейчас двойные стены. Но если честно, это не так уж прямо и необходимо. Все эти дни продолжаются вылазки за желе насекомым, как единственный вариант пропитания. И наша колония просто не может не ждать первых всходов собственно выращенного риса. День 48. Успешно шафер собирает первый урожай собственного риса. Естественно, приготовляет его и наша колония даже устраивает небольшой пир по этому поводу. День 50. Строится первый аккумулятор для решения проблем постоянства энергии, приходимой от ветрогенератора. День 52. Несмотря на наличие фермы, она не способна пока что выдавать количество еды в необходимом объеме. И нам все еще приходится подворовывать у жуков. День 56. Две агрессивные рисицы нападают на нас. Жалко, что после двух метких выстрелов их тушки непригодны в пищу. Получился бы очень вкусный суп. День 57. Наконец-то завершается изучение по реабилитации местности. А это значит, что мы можем еще больше увеличить количество выращиваемого продовольствия. Что освободит нас от постоянной выпрашивания еды у жуков. Но пока мы вынуждены отложить этот проект на потом, поскольку Сью заболевает гриппом. При ее слабом иммунитете это может оказаться фатальным. Предписываем ей максимально постельный режим, и Шавер будет пытаться лечить ее хоть как-то. Учитывая низкий навык медицины и передовые медикаменты. День 58. К нам приходит полярная кочевница. Взамен на помощь она просит, чтобы мы ее приутили. И с радостью беремся за это задание. Новая временная колонистка оказывается невероятно полезной. Учитывая ее навыки, особенно строительство. Но не все так радужно, как-то этого следовало ожидать. У этой колонистки невероятно сильная зависимость от демолиста. А так как новую дозу мы дать ей просто не способны, она будет постоянно срываться. И быть недовольной, веня во всем нас. И ночью, к сожалению, мучаясь от ломки, она все-таки не выдерживает. И признается, что она на самом деле предатель. Благодаря слаженной командной работе, девочкам удается обезвредить предателя. Но попытка оказать ей помощь, а потом завербовать, не увенчалась успехом и она скончалась. День 62. Офигенный исследователь и беженец падает к нам на голову. Мы с радостью захватываем его, надеясь, что хоть в этот раз нам повезет и мы его приручим. День 65. Начат глобальный проект по перестройке базы. Начато строительство жилых помещений, перестройка проходов, строительство килбокса и еще много чего по мелочи. Работа предстоит чрезвычайно много и вся она чрезвычайно важна. День 67. Неинтересное нападение на подданца с дубингой, которая перед смертью успел только нанести небольшой урон по шаферу. День 68. Во время строительных работ на крошку Сью нападает белая медведица, которая видимо не догадывается о том, что у Сью есть очень даже весомый аргумент в виде револьвера, которым наша колонистка непременно воспользуется и метким выстрелом обезвредит пришедшую агрессию. Но вот злая медведица все-таки успевает сказать свое последнее слово, кусая нашу героиню. Это всего лишь маленький укус, скорее даже похожий на небольшую царапину. Но из-за особенностей организма Сью даже через тонкую маленькую царапину заражается инфекцией. Будем надеяться, что постоянный контроль и своевременная помощь окажут положительный эффект. Только буквально после перевязки сразу идет нападение засранцев. Шафер, понимая общее состояние Сью, как всегда идет на помощь, и так мы снова побеждаем без сильных повреждений. Оказывается, что пришедший к нам колонист обладает очень даже неплохими чертами характера, и его было бы даже очень неплохо себе заполучить. Мы арестовываем его и оказываем медицинскую помощь. Но ночью нападанец не желая жить в ледяном аду устраивает бунт. Он ворует, у колониста включи и сбегает из своей комнаты. Наши колонисты уже на чеку и направляются к нему в догонку. Но он оказывается быстрее, его цель винтовка, которая лежит на складу, и он успевает ее взять до того, как Сью даже поймет, что нужно делать. Не успев таким образом сообразить, кошка-девочка открывает огонь, жертвуя собой и высадив всю обойму, стремительно убивает взбунтовавшегося негодяя. И никому мы не будем говорить, чтобы не портить магию всего происходящего, что винтовка на самом деле не была даже заряжена, и Сью стреляла по факту безоружного узника. День 70-й. К нам на голову падает Салли. Не самый лучший вариант колониста, но учитывая, как нам везет с вербовкой, будем стараться звербовать хотя бы кого-то. Встремглав мчимся ей на помощь, а после успешного оказания первой медицинской помощи в полевых условиях, захватываем эту колонистку. День 72. Очередная попытка отрицания реальности и побега из зимних условий. В этот раз Сью оказывается ножак впереди и без дрожи в руке делает парочку несмертельных сквозных отверстий, которые останавливают весь пыл сбегающей пленницы. А потом оказываем первую помощь, обосновывая всю ситуацию в том, что она пострадала из-за собственных действий. Мы не так сильно много на самом деле-то и просим. Просто чтобы на равных условиях к нам присоединилась колонист. Соцпакет, хорошие выплаты, достойная пенсия, все включено. А они почему-то не верят и кричат, что это лохотрон. Нужно все-таки доверять, я считаю, людям. Мы же не собираемся их на органы продавать в конце-то концов. Пока что. День 75. Очередной несерьезный налет двух пешек. По давно отработанной схеме наши колонисты расправляются с нападанцами. День 79. Очередной желающий к нам присоединиться и помочь на время. Будем надеяться, что на этот раз обойдется без предательств. И мы сможем наладить контакт с пришедшим к нам колонистам. День 81. Наконец-то заканчивается предварительный проект новых комнат для наших колонистов. Пока что из убранств там не особо-то и много что есть. Но этого уже достаточно. Шиком комфорта для нас будет уже отапливаемое помещение. Без излишков пара от гейзера. В целях экономии электроэнергии было принято решение отапливать помещение с помощью теплой воды. Которая до этого была подведена только на наши фермы. Правда, от этого пришлось немножечко увеличить мощность бойлера. В любом случае, это намного эффективнее электронагревателей. День 82. Начат новый проект по улучшению жилищных условий. У нас уже есть водопровод в комнате. А значит, абсолютно ничего нам не мешает каждому колонисту выделить по отдельному санузлу. Что в теории должно поднять моральный дух колонистов. День 87. Продолжается перестройка базы и строительство еще помещений для будущих колонистов. Возможно, временно эти помещения будут использоваться как медотсеки или тюрьмы. И естественно, пока мы не сможем построить что-нибудь более лучшее. Враждебные аборигены нападают в этот же день. Силами всех колонистов нам удается отразить это нападение. На удивление, Шафер и Гость смогли очень отличиться в этот раз. Шафер где-то нашла себе щит, с помощью которого ее эффективность в обороне выросла просто в разы. А Гость смог с помощью милишного оружия оказать эффективное сопротивление. Надеемся, что такое рвение помогать колонии лишь свидетельство о том, что в этот раз нас не предадут. День 88. Ну, в принципе, так и происходит. Но, к сожалению, наш уважаемый Гость решает уйти. Мы расстаемся с ним на хорошей ноте и безмерно благодарны ему за оказанную помощь. День 89. Первый налет на памяти фракции с использованием огнестрельной винтовки. Пользуясь преимуществом местности и тупости пришедших к нам врага, с ее двумя меткими выстрелами приносят еще одну винтовку в наше поселение. А также под вечер выяснилось, что Отис, наш дорогой друг и гость, который был с нами так долго и не смог от нас уйти, он по пути погиб от гипотермии, так и не выйдя за пределы карты. Данный инцидент еще долго будет на устах наших колонистов и будут свежи дискуссии и вопросы. Также Отис смог замерзнуть в не самый холодный день, будучи облачен в достаточно теплую одежду. День 90. Очередной побег нашей пленницы. К сожалению, ей удается заполучить винтовку. Хорошо, что мы предварительно догадались эти обе винтовки разрядить, а то, что рядом с ними лежат патроны, это уже совсем другая история. Сью без особых трудов меткими выстрелами обезвреживает вражину, и мы снова пытаемся ее захватить. Но в этот раз, к сожалению, у нас не выходит. Видимо, ей просто не суждено быть с нами. К сожалению, она истекает кровью и погибает. День 92. За передовые медикаменты мы соглашаемся потерпеть ливень в морозных условиях. День 96. К нам приходит очередной торговец, и в очередной раз мы с ним торгуем. Это обыденность и ничего нового. Но то, что впервые за все это время торговца загрыз белый медведь, это нонсенс. Хотя мы не получили все ресурсы себе и можем свободно ими пользоваться, это скорее большая проблема, чем польза. Большое количество предметов нехило поднимает ценность нашей колонии, что сильно должно повлиять на мощность последующих рейдов. День 98. Начат проект по переносу кухонной зоны. Еды стало слишком много для двух колонистов, и принято решение по расширению и переносу холодильника, строительству места для приготовления пищи и небольшой столовой. Выбрано для этого, конечно же, не самое удачное место. Собственно, этим и обусловлена прямоугольная форма помещения. Как только возобновятся изучения, мы обязательно изучим проект осушения и переделаем кухонную зону. А пока что она будет такой, ведь даже так она будет отлично функционировать. 99-й день, так бы и закончился этот стодневный цикл паре наших колонистов, если бы не Гудвин, который бежит и зовет о помощи. Так как он не успевает ничего сказать о себе, кроме того, что за ним серьезная погоня, мы принимаем его без лишних вопросов. На наше удивление, Гудвин просто отличный колонист. Он умный, строитель, умеющий копать. Для нашего этапа развития просто самое то. Неожиданно, Рысь начинает охотиться на Гудвина с целью пропитания. Но Гудвин действует по принципу, быстрые ноги звезды не боятся. И ему удается укрыться за стеной базы. А Рысь успешно переключается на трупы людей, чему мы, несомненно, довольны. Главное, чтобы они на нас. Гудвин, к сожалению, абсолютно не умеет обращаться с любым видом оружия. Но это особо и нам не нужно. Мы дадим ему одну из винтовок. Если он таким образом хотя бы сможет напугать одного из нападанцев, это уже будет победа. И когда же приходят те, кто гнался за Гудвином, мы без особых усилий командной работы одолеваем нападанцев. В результате Шафер отделывается лишь незначительными царапинами. Главное для нас сейчас то, что мы смогли заполучить третьего члена в ряды и так малочисленного коллектива. И дела теперь обязательно пойдут как нельзя лучше. И вот только теперь можно с уверенностью сказать, что цикл первых ста дней прохождения успешно подошли к концу. Все началось с одной голозадой кошкодевочки, буквально с ничем, а закончилось уже уверенной базой, готовой к новым трудностям, которые нас ждут дальше. Лично мне безумно интересно, что ждет нас впереди, какие приключения приготовит нам рассказчик, сможем ли мы справиться с механоидами, с толпами жуков и невозможными холодами в мире, где каждая ошибка может стоить жизни. Я же со своей стороны напомню, что скорость выхода следующей серии зависит только от вас, от ваших оценок и комментариев. Не забывайте об интерактиве, о котором я упомянул в начале ролика. Ну, а пока у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышемся! Субтитры создавал DimaTorzok